Погибающий Сан Йонг выпустил новый кроссовер. Toyota показала фотографии будущего маленького внедорожника. А производство рестайлинговой Lada Vesta откладывается как минимум до 2023 года. Здесь неделя на колесах, с вами Катя. Поехали! О марке Сан Йонг мы обычно слышим в контексте рассказа об очередных проблемах. Корейский бренд сейчас принадлежит индийскому концерну Mahindra, но владельцы давно отказались финансировать деятельность корейцев. Попытки продать компанию тоже никак не ладятся. Сорвалось уже две сделки. Сейчас на очереди еще два кандидата, в числе которых производитель нижнего белья. В общем, ситуация трагикомичная, но Сан Йонг не падает духом и даже продолжает разработку моделей. Хоть и непонятно на какие деньги. И вот на прошлой неделе состоялась премьера нового кроссовера под названием Torres. У него весьма брутальная внешность, но на самом деле это типичный кроссовер. И в модельной гамме он займет место ниже равного внедорожника Rexton. Однако полный привод у него само собой есть. Под капотом у модели турбомотор на полтора литра и 170 лошадиных сил. Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом. В списке стандартного оборудования немало опций, в том числе система активной безопасности, вроде удержания в полосе, автоторможения и так далее. При этом всем стартовая цена на Torres в Корее в пересчете на рубли составляет миллион двести тысяч, а за топовую версию просят миллион триста пятьдесят тысяч. В конце прошлого года Toyota раскрыла планы на будущее, в которых было сказано, что к 2030 году в модельной гамме будет 30 полностью электрических моделей. Более того, японцы еще и показали концепты некоторых машин. Большой интерес у публики вызвал маленький голубой внедорожник на заднем плане, а недавно он получил награду за дизайн. Японцы так вдохновились, что даже поделились новыми фотографиями будущей модели. Угловатый квадратный кузов явно намекает на ретро, и пропорциями автомобиль похож, например, на Land Cruiser в сороковом кузове. Ну а по стилю он близок к рамному внедорожнику FJ Cruiser, который когда-то был у Toyota. Учитывая, что новичок будет электромобилем, в его полном приводе сомневаться не надо. Эту задачу легко решат два электромотора. В общем, интересная должна быть машина, если, конечно, по пути к конвейеру дизайн не изменится слишком сильно. Но времени до 2030 года еще очень много. Если вы еще помните, 22 февраля этого года АвтоВАЗ официально представил рестайлинговую Lada Vesta. У нее остался X-Face, но появились новые диодные фары и фонари, а также изменились бамперы. По сути, это главное новшество. По технике никаких изменений и не обещали, а интерьеры вовсе показать не успели. Зато завод даже собрал пилотную партию машин. Но до дилеров они, само собой, не добрались. Что было дальше, вы знаете сами, и теперь в условиях отсутствия комплектующих планы по выпуску обновленной Vesta, естественно, сдвигаются. Новый президент АвтоВАЗа Максим Соколов осторожно заявил, что производство модели начнется не раньше 2023 года. То есть никаких упрощенных версий, как у Гранты, пока не обещают. Да и производство старой Vesta тоже стоит. А новый пока и говорить нечего. Кстати, одной строкой об опрощенной Гранте. На прошлой неделе мы уже рассказали, что в ней не будет подушек безопасности, АБС и системы AeroGlonass, а мотор будет под Евро 2. Ну а теперь стали известны официальные цены на такую версию Classic 22. Седан будет стоить 680 тысяч рублей, а лифтбэк и универсал 700. Это еще без учета допов у дилеров, само собой. Разбавим кислые новости будущими новинками. Например, на прошлой неделе BMW показала новую M2 в камуфляже. Ну а наш дизайнер Никита Чуйко оперативно превратил мутную картинку в готовый серийный автомобиль. Изображения в хорошем качестве доступны на нашем сайте. А еще Никита нарисовал новое поколение седана Skoda Superb. Машины уже вышли на тесты, но пока они полностью скрыты под толстым камуфляжем. Но опыту и фантазии художника никакой камуфляж не помеха. К нашим публикациям. Иногда в объявлениях о продаже машин можно увидеть фразу «Запрет на регистрацию». Но при этом стоят такие машины очень дешево. Так и тянет купить. Алексей Кокорин рассказывает, что скрывается за этой фразой о запрете, какие проблемы можно купить вместе с такой машиной и есть ли реальный шанс сэкономить. Борис Игнашин разобрал по косточкам кроссовер Skoda Yeti. Стоит ли бояться TSI и DSG? Стоит ли гнаться за атмосферным мотором и обычным автоматом? Какие слабые места вообще есть у модели? За подробным рассказом в двух частях заходите на сайт. Михаил Баландин подготовил очень подробный и интересный рассказ о том, насколько сложно работает электронная педаль газа. Принято думать, что педаль просто открывает дроссельную заслонку. Сильнее нажал, сильнее открылась. На самом деле все отнюдь не так просто, и процессов на той стороне педали целая куча. Как все устроено, читайте в материале. На сегодня это все, друзья. Все ссылки на материалы вы как обычно найдете под видео на ютубе. С вами была неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok